Доброго здоровьица, уважаемые подписчики! На спонсорской подписке я решил выложить свое видео о том, как я отголодал 40 суток. Даже там немножко больше было, где-то 41, около 42, ну ладно. Как думалось 40 суток, так и отголодалось. И что я хочу сказать. Вы знаете, у меня одно видение было, когда это все отснялось, я сделал фильм и на DVD его записал. Теперь же я хочу особенно подчеркнуть следующее. Во время этого фильма я особо там подчеркнул то, что из меня выходило. Там, допустим, на 27 день, к примеру, на 28, 30, 35 и наконец-таки 40. На 40-й там такой бурый холодец вышел. Я лично считаю, что это вышла разложившаяся опухоль, которая у меня была в желудочно-кишечном тракте. Я специально не ходил, не говорил, что у меня что-то, проверьте, и это мне было неинтересно. Мне было интересно из лечения, а не то, что кому-то там что-то доказать. В первую очередь, это доказал себе тем, что я еще живу. Это самое важное. И вот судя по тому, что из меня вышло, если бы эта штука не вышла, я бы навряд ли сидел бы перед вами и вот рассуждал. Опухоль это не опухоль. Главное, я жив. Главное, я жив. И еще, видите, могу кое-что делать. Смотря на все это видео, оно там в двух частях, чтобы более полное было. Лично у меня возникает вот такой, как бы сказать, вопрос. Вот, допустим, у человека какое-либо заболевание. Как следствие, вот той грязноты, вот тех паразитов в виде опухолей, полипов, в виде там разрастания этих медузообразных, водорослеобразных, бурых и вообще страшных, черных. Кстати, там где-то за 30-е сутки у меня было два случая, когда черное мазутообразное даже вышло через мочевой канал. Так, знаете, по нему такое, как бы сказать, такое раздражение. Такое, чик! И только раз я смотрю, чернота какая-то выходит вот в виде мазута. В виде черного мазута. Раз, и оно не расплывалось. А вот так, знаете, вышло, блямкнулось. И такая, чик! И скрылась. Ну, не успел я ничего-то сделать, потому что не готов был к такому повороту, что может выходить из мочевого канала. То есть, если в мочевом пузыре опухоль, то и это может выходить. То есть, создаются условия, убивается и так далее. Немножечко отвлекся. К чему я все это веду? То есть, вот эта вот грязь, которая предрасполагает к тем или иным заболеваниям, она, естественно, внутри нас, и мы ее не видим. Она видна только вот на таком вот голоде, какой я сделал. А я же до этого голодал. Я же готовился к этому голоду. То есть, у меня была серия различных голоданий. Правда, там более-менее такие перерывы были, там и интервалы. Так вот, все, я никак подошел к главному, а не могу его сказать. Главное заключается в том, что именно вот эта грязь вызвала тот или иной вид болезни. Человек, не понимая, что у него внутри, он не видит эту грязь, он идет, допустим, к врачу. Или какой-нибудь рецептик, рецептик мне, допустим, от суставов, там, от поджелудочной или еще чего-то дайте. Вот попьет, может даже помочь. Но, вот это вот вышло или не вышло, можно, значит, на время получить какие-то улучшения. На время, знаете, пока принимает человек лекарства, они как-то там делают коррекцию, особенно там гормональные. Бросили все это дело делать, как вот это все было в каждой клеточке вашего организма. В каждой клеточке, в межтканевой жидкости и в иных местах скопившиеся, накопившиеся. Так это и осталось. Кончилось лечение и, глядишь, после этого лечения, через какое-то время возникает рецидив. Откуда, что? Человек думает, что он как-то недолечился. Ничего подобного. Он делал все, что угодно, вот это вот в кавычках называется лечением, вместо того, чтобы обратить внимание на нормализацию внутренней среды своего организма. Это не было сделано. И именно это вызывает огромное количество самых разнообразных заболеваний и поддерживает их. Как только мы наводим порядок и все это выбрасываем из себя, вот этот весь букет заболеваний, он сам по себе исчез. Растаял. Нет их. Чудо. Отчеты заключается в том, чтобы знать, что помимо того, что мы несколько такие простоватые, наивные люди, кушаем там не весь что, не весь в каких сочетаниях, занимаемся не весь какими делами и думаем, что все это, знаете, как бы сказать, сойдет нам с рук. Просто это сходит с рук, потому что в молодости у нас достаточно еще энергии. Еще не произошла та зашлаковка, которая примерно происходит, а сейчас это все раньше и раньше, допустим, к сорока там годам. И в результате мы вот так вот это все имеем. Поэтому, не наведя порядок в своем организме, знаете, вот человек начинает лечиться и ему говорят, заболевание перешло в хроническую форму. Да потому что работы внутри организма по нормализации его, как бы сказать, состава и чистоты, и чтобы органы работали, и чтобы энергия нормально двигалась, и много-много-много других параметров, которые... Делает вот одна вещь. Голодание. Голодание достаточно длительного срока. Кстати, можно голодание законченное сделать в виде фракционного голодания. О чем говорил и что практиковал врач Войтович, специалист по голоданию. Сейчас, конечно, его нет. Все это забыло, все это исчезло. Но важно, чтобы человек, который решил заниматься здоровым образом жизни, а тем более самоздоровлением, а тем более самолечением, понимал, что надо сделать. А как говорили мудрецы древние, без очищения нет исцеления. Я надеюсь, что я вам донес вот это вот самое важное, что если мы с вами... Еще разок, вот смотрите мой сорокосуточный голод. Если мы с вами вот эту вот муть... А я довольно-таки молодой был, там я не знаю сколько мне... Сейчас я скажу, наверное, примерно этот... Это 2000 год был, там мне было 46 лет. То есть вот человек 40-46 лет, там уже... Вот если бы человек желает оздоровиться, желает получить хорошие, отличные результаты, он должен понимать, что ему надо сделать, какое лечение надо провести, лечение, то бишь очищение. И если этого не понимать, родненькие мои высосут из вас деньги. И более того, как вот та вот бяка кака у вас внутри была, она еще добавится от лекарств. Вот такое вот вступление я делаю для вот этого моего фильма, который... Сейчас я буду его вылаживать в двух частях. Мой голод сорокадневный. Надеюсь, у кого есть уши и разум, тот услышал и понял.